До конца года мы планируем завершить действующую государственную программу эталоны. В рамках этой программы будет разработано еще пять национальных эталонов. Среди завершенных работ, я бы выделил в первую очередь национальный эталон твердости, который мы завершим. Это 61 эталон, который недавно официально введен в эксплуатацию. Этот эталон воспроизводит единицы твердости. Для чего они нужны? Если мы говорим в первую очередь о машиностроении, приборостроении, то это качество материалов, это качество той продукции, отливок, например, или каких-то еще деталей, которые производятся. А качество материалов и этих изделий — это безопасность и надежность продукции, которые мы поставляем на рынок. Здесь совершенно существует четкая взаимосвязь между эталоном и его результатом, поэтому об этом легко мы можем говорить. Если говорить о развитии, сейчас сформирован проект программы эталона на следующую пятилетку с 2021 по 2025 год. Пока мы видим его как программу, включающую 20 ТИМ, создание 10 эталонов и модернизация 10 эталонов, так уж получилось. Среди них нужно зрить, что есть часть тем переходящих. Я бы в первую очередь выделил тему — это создание национального эталонного комплекса для измерения параметров дисперсных средств. Для чего это важно? Мы производим лекарственные препараты, у нас есть фармацевтические предприятия, предприятия, производящие ветеринарные препараты, электроника. Это все технологии, которые в том числе опираются на чистый воздух, то есть должны быть чистые помещения. И контроль среды требует наличия специальных средств измерений. На сегодняшний день у нас пока нет своей эталонной базы, которая позволяет контролировать те средства измерений, которые там переменяются. Я думаю, что если все будет хорошо, то в следующем году мы завершим эту работу и ведем второй эталон. Это одна из тем, которые мы проводим. Продолжение следует...